Функции гор Можно предположить, что в этих строках аята указывается на способность гор предупреждать различные колебания земли. Трудно поверить, что подобные знания могли быть доступны людям, жившим в эпоху неспослания Корана. Однако сегодня геология со всей очевидностью доказала, горы представляют собой образование, возникшее вследствие динамики и столкновения огромных земных слоев, образующих кору земли. Оказалось, что горы не являются только лишь возвышениями на поверхности земли. Внутри земной твердыни у гор есть еще и корни, и они, корни, подчас в 10-15 раз превышают собственную высоту горы над поверхностью земли. Благодаря этой особенности горы можно уподобить сваям или гвоздям, которые прочно держат плиты земной коры, словно доски, скрепленные друг с другом гвоздями. К примеру, корни горы Эверест, достигающие 9 тысяч метров над поверхностью земли, простираются в ее недра более чем на 125 тысяч метров. Горы и корни гор возникают в результате столкновения больших плит, составляющих земную кору. В момент столкновения двух таких слоев более прочный из них располагается под другим. Слой, оказавшийся на поверхности, постепенно складываясь, образует складки, которые приводят к образованию гор и возвышенностей. Что же касается нижнего из двух столкнувшихся слоев, то он, продолжая двигаться под землей, приводит к возникновению глубоких ответвлений, которые, собственно, и становятся корнями гор. В одном из аятов Корана также сообщается об этой функции гор, причем для описания слова «горы» используется именно слово «сваи». Речь идет о шестом и седьмом аятах 78-й суры. Разве мы не сделали землю ложем, а горы сваями? Движущиеся горы В одном из аятов Корана содержится еще одно уникальное знание о сути гор. Аят сообщает нам, что твердыни гор, кажущиеся нам недвижимыми, на самом деле находятся в постоянном движении. И ты увидишь горы и сочтешь их недвижимыми. Но они движимы, как движимы облака. Это 88-й аят 27-й суры. Указанное движение гор обусловлено движениями земной коры, на поверхности которой они расположены. Сама земная кора, располагаясь выше слоя, именуемого в геологии мантии земли, более плотной, нежели земная кора, находятся в состоянии текучести, то есть постоянного плавающего движения. Здесь следует особо подчеркнуть следующий момент. В этом аяте Всевышний характеризует движение гор как плаванье. Удивительное обстоятельство. Но именно такой термин был избран учеными, не знавшими о содержании аята для обозначения на английском языке характера движения гор. Continental Drift, то есть континентальный дрейф, плаванье.